Как провести капитальный ремонт дома, выбрать способ накопления целевых средств, как проконтролировать расходы и качество работ, и чем отличается текущий ремонт от капитального. Эти и другие вопросы обсудили на семинаре. Его основная задача – повысить юридическую грамотность населения в вопросах ЖКХ. Ведь рациональное распределение средств и проведение эффективного капитального ремонта возможно лишь при тесном взаимодействии с собственниками помещений. Наша задача сейчас – это максимальная открытость перед жителями, перед собственниками, перед плательщиками взносов. Соответственно, организуются различные образовательные программы, образовательные семинары, для того, чтобы жителям донести, что они могут получить, оплатив свои взносы. Образовательный проект про ЖКХ рассчитан прежде всего на председателей советов многоквартирных домов. Но, как показывает практика, вопросы проведения капитального ремонта волнуют многих. На семинаре рассказали о том, что жителям совместно с управляющей компанией необходимо определить перечень работ, передать его в администрацию муниципалитета, которая, в свою очередь, направит данные в региональный фонд капитального ремонта. Участникам напомнили, что заявки на капитальный ремонт на 2019 год необходимо оформить не позднее 1 сентября. Еще одна тема встречи – обеспечение доступа ремонтных бригад в квартиры собственников для замены общедомовых труб. Многие жители опасаются порчи имущества и отказываются открывать подрядчикам двери. Итог – сорванные сроки и риск затопления соседей. Это ваша честь работы, как председатель советов домов. Вы можете убедить жителя в том, что необходимо допустить подрядчика в квартиру и дать ему заменить те общедомовые инженерные системы, которые есть. Подчеркну, они общедомовые. Особое внимание на семинаре уделили новинки, используемые при ремонте фасадов – энергоэффективной системе «Термалент». Она легко и быстро монтируется и позволяет экономить около 30% тепла. Применение данной технологии в ближайшее время начнется и в нашем районе. В завершении обучающего семинара участники смогли задать интересующие вопросы по конкретным домам. Очень большой спектр вопросов был обсужден в части планирования 2019 года. Я очень надеюсь, что после сегодняшнего мероприятия в 2019 году план на 2019 год Денцовским муниципальным районам будет составлен максимально точный, с максимальным учетом мнения граждан. И, соответственно, нам, как фонду и нашим подрядчикам, будет гораздо легче его исполнять. Проведение подобных бесплатных семинаров по теме ЖКХ планируется продолжить до конца года. Принять участие в них может любой желающий. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.